Волонтеры я пришел в апреле 2020 года. Владимир, как и десятки других волгоградских студентов-медиков, год назад откликнулся на призыв. Пришел в волонтерское движение, чтобы работать в период пандемии. Ребят сначала попросили помочь с установкой мобильных приемных отделений возле больниц. Это была установка палаток возле больниц, это был пункт первичного осмотра пациентов, чтобы разгрузить приемный покой и больниц. После того, как мы все установили, я решил пойти в адресную помощь. Недавно мы открывали отделение в госпитале ветеранов-воин, подготавливали, чтобы положить туда коронавирус на больницу. Пандемия коронавируса стала огромным испытанием для всех. Новые вызовы, беспрецедентные меры борьбы, самая большая нагрузка легла на медицину и социальную сферу. Спасать жизни людей, лечить больных, поддерживать тех, кто оказался в вынужденной изоляции. Чтобы справиться с такой нагрузкой, властям и специалистам помогали волонтеры. Это действительно очень непростая история. История, наверное, самая важная, самый большой вызов для волонтеров, который был, ну, как минимум, на моей памяти, а я в этой сфере уже порядка шести лет. Я не могу вспомнить ни одной добровольческой акции, которая бы на протяжении 11 месяцев, каждый день оказывала бы помощь гражданам. Среди волгоградских студентов-медиков почти все стали волонтерами. Работали в больницах и поликлиниках, колл-центрах, разводили лекарства пациентам и сдавали кровь для тех, кто боролся за жизнь. Я сдала уже около пяти раз, пять донаций у меня примерно было. Я хочу продолжить это дело, потому что мне это безумно нравится, и я очень хочу помогать людям. У меня также есть подруга, которая стала почетным донором, и вот я стремлюсь за ее успехом. Акция «Мы вместе» в нашем регионе объединила более полутора тысяч волонтеров. В знак благодарности всем, кто помогал и помогает бескорыстно, отдавая свое сердце людям, в Волгограде теперь установили вот такой памятный знак. Ксения Колоскова, Екатерина Хиленко, Вадим Шабанов, Волгоградская правда, телеканал Волгоград-1.